Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Алекс Йода. И сегодня я приехал к нашей облгосадминистрации, областной державной администрации, для того, чтобы бунтовать. В общем, суть в чем? Сам Володимян, видеоблогер, которого я смотрю каждый день, пригласил всех желающих для того, чтобы участвовать в митинге в защиту прав работников театра, нашего Днепровского театра оперы и балета. В чем суть? Им урезали зарплату. В всей стране подняли, а им почему-то урезали. Мне совершенно непонятна эта ситуация. Наши местные ворюги, когда деребанят бюджет, когда распределяют, что кому, часто выбирают по остаточному принципу людей, которые не могут себя защитить. Им что-нибудь обрезают по деньгам. Сейчас это работники искусства наши. По всем остальным областям зарплату работникам театров наших оперы и балета, театров, вообще работникам искусства подняли зарплату. Нашим обрезали почему-то. Мы в Киев писали куда-нибудь. Господи, за жалоб, они сраку под термой сидят дальше в кресло. Жалобы, конечно, не помогают в таких случаях. Давайте пойдем туда до этого. Да, давайте попробуем. У нас же тоже есть юристы, у нас не просто так же оформляют. Мы же на туалетной бумаге пишем. Жалобы какие-то, пойдем туда. Вообще, если бы тогда Янукович не пошел на конфронтацию и не стал бы разгонять насильно и стрелять людей, то я думаю, в принципе, ничего бы не получилось у Майдана. А мне кажется, что вот там, как сейчас говорят, что-то... Приветик, а где у нас Митя? Десять. Десять, да? Это людей-то, да? Десять тридцать. Десять тридцать, да? Да, там сколько сейчас еще. Я понял. Все рано, да? Да. Понятно. Так же, входи в образ. Хорошо. Ты будешь? Входи, конечно, да. Хорошо. Да тут и образа никакого не надо. О, Мила! Мила, привет! Я самая переживающая за вашу зарплату. Привет! Никого не ма, никто не переживает за вашу зарплату. Да, никто, да. А я думаю, придут еще люди. Сколько сейчас перейдут? Девять двадцать шесть. Ну, кто переживает, уже должен был быть здесь. Вот если я переживаю, я приехала учиться. Спасибо, Мила. Ну, знаешь, что говорят? Что Крым продали. Вот это я слышал, что за три миллиарда. Понятно. Что-что? Понятно? Конечно. Ну, говорят, что продали за три миллиарда. Там кто-то вот из наших, кто сейчас у власти, там, они продали. Это все было договорено. Я думаю... Поэтому так, знаешь... Я думаю, не все так просто было. Они все решают, ну, как бы, многоходовочками. То есть там сначала было долгое внедрение их агентов, ФСБшных, ГБшных, в нашу власть. Да, например, я только вас... Включая основные вот эти чины Захарченко там и так далее. Включая самого Януковича подкупленного. Не, 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 не. Вот. А потом уже началось постепенное, как Янукович действовал. Он же сначала расформировал практически полностью нашу армию. А я тебе... У нас осталось каких-нибудь там тысяч десять боеспособных единиц. И какие-то ржавые... Мирины хочу, чтобы хочешь, да. Единицы техники, да. И после этого сюда мог прийти кто угодно. Вообще кто угодно. То есть мог прийти албанец какой-нибудь, несколько албанцев и захватили бы Украину. Не говоря уже об армии Российской Федерации. Я считаю, что все можно было бы... И сейчас даже все можно решить, вернее, Путин. У меня больше, чем уверен. У тебя больше, чем уверен. Что можно поехать. Если бы, знаете, я был, наверное, президентом, я поехал бы до Путина. И вот там все бы договорился. И на одном месте все бы решилось. Сразу все остановилось. Мне не хотелось бы разочаровывать большую часть самого твоих зрителей. Но к Путину ездить бесполезно. Абсолютно. Мне кажется, что... Причем по любому вопросу. Мирным путем. Я считаю, что в первую очередь не должен гибнуть. В первую очередь. Для него это принципиальный вопрос. Крым. Если он сдаст Крым, он сдаст свою власть. Если он сдаст свою власть, его мгновенно посадят. Его растерзают просто. Это вы там на камеру? Да, это я на камеру говорю. Мне кажется, что все можно решить мирным путем. Потому что, знаешь, войной ничего не решишь. Войной ничего не решишь. Она может длиться десятилетия. А не решили? Ну, это значит, просто решили. Вот просто решили. А сила всегда рулит. Как бы то ни было, сила всегда рулит. Если Америка имеет сильнейшую армию в мире, ну, одну из самых сильных, включая Китай, там. Ну, Китай не рыпается. Китай хорошо в своих границах. И Америке хорошо в своих границах. А Россия плохо в своих границах. Россия хочет расширяться. Если вот хотят жители, да, там, до Невска, Луганска, в России, надо, значит, мирным путем делать референдум. Проводить голосование законное. Это что, имеет право часть территории выйти в другую? Не имеет право? По Конституции нет. И Крым тоже не имел такого права. Ну, а как же референдум? Вот есть же референдум. Референдумом можно, извините, подтереть. Это нельзя? Нет. Ну, крымским ладно. Любым. Точно так же, как в Российской Федерации. А почему? Если часть хочет отделиться вместе с гражданами. По Конституции нельзя. Нельзя, да? Нет. Почему? По закону. Есть статьи определенные. А как же говорят, что референдум, референдум? Ну, такой незаконный референдум был. А если законный провести? Причем пародия. А если законный референдум провести? Ну, если сначала в Верховной Раде принять закон о том, что каждая из наших областей имеет право на отделение, сама предмет, конечно, нет. Как и в Российской Федерации такого нет. У них Чечня пыталась отделиться. Что они с ней сделали? Разбомбили. Прилетели и Грозные вообще сравнялись с землей. Там десятки тысяч людей погибло, включая мирных, включая всех, кого попало. Они просто сравняли все с землей. Потом отстроили заново и поставили своих людей. Но сначала всех убили. А мы что делаем? А мы заключаем Минские соглашения с агрессором. И ждем погоды в море. Потому что мы ничего не можем сделать. У нас нет силы. Мы против армии Российской Федерации не дееспособны. К сожалению. Поэтому мы в роли терпилы сейчас. И как бы призываем Запад нам помогать. Но Запад действует сугубо дипломатическими метрами. Ждем, чтобы кто-то еще пришел. Должны, по идее. Короче говоря, мы немножко поторопились. Все будет немножко позже. На пол-одиннадцатого вроде толпа собирается. Толпа. Посмотрим, кто придет. Мне бы хотелось, чтобы пришло как можно больше людей. Но это вопрос информированности прежде всего. Народ приходит у нас, когда он знает, что нужно третий. И знает, за что нужно третий. А тут вопрос такой, что сегодня ущемляют работников культуры, а завтра ущемляют тебя. Все как обычно. Так что приходить нужно. Каждый раз. Кто вообще занимался этой бумажной работой? У нас выделена женщина, которая занимается. Она у нее все. А вы что-то написали? Не писали, конечно. А где вы? Президент записали. Где вы? В Киеве. А если ответы отрицательные? Или вообще нет? Да не знаю. У нас же оно принадлежит местному. Понимаешь? Он не принадлежит государству, не Киеву. Не финансируется с Киева. Он не финансируется вот этим. Угу. То есть все отдано с поддином припотреблением. Мэрия. Мэрия не сидит. Мэрия сидит вот так. Напротив вашего ума. Да. Вот здесь. Вот тут они живут. Есть опыт. Да. Есть еще другое. Областное. Областному оно принадлежит. Мэр – это мэр города, а это голова области. Вот голова. А ты… Ну да. А что? А мешало? Или кто вот этим занимается? Ухит-куль? Ну они сессии заседают, они решают на сессии. Да. То есть разбираться надо только на местном уровне. А Маив нам тут не поможет. Скажите. Как вот особо. Знаешь, понимаете. Всего скажите. Вот люди уже подтягиваются. А я пришел на полдесят. То есть, где все никого не марта имеют. Да. Да. Это мне казалось тогда на полдесят. У них сеть масса. Совершенно непонятно. Почему они себе не урезают зарплату для начала? Вот все-таки менталитеты абсолютно разные. У нас и у настоящих европейцев. Нам немножко далеко до Европы пока. Те там начинают в себя. Никогда в жизни чиновник не станет поднимать себе зарплату, в то время как будет урезать другим. У нас это сплошь и рядом. Сейчас собираются какие-то музыкальные номера проводить. И телевидение. Ну да. Я говорю, что мы больше удовольствия им доставим, чем неудобств каких-то. Да. Пришли раз там у полгода. Стоять. Снимают. Снимают. Да. Угу. Смеются, скажут. Это блогеры, блогеры. На самом деле, с чего бы я начал, это прежде всего вызвал какого-то чиновника, который хоть что-то решает здесь и с ним напрямую поговорить бы. Да. А тогда выходил. Тогда вышел. Какая его фамилия? Обычно просто выпускают человека, который вообще ничего не решает, там просто для битья такого-то мальчика. Ого. Так это же уже совсем другое дело. Уже люди подтягиваются. Ну вот, а мы волновались. Вот. Пришел театр. Пришли отстаивать свои права. Пришли отстаивать свои права. Вот мы снова подошли к аллее героев, к этим стендам. И сейчас все организовываемся для того, чтобы начать. Начать процесс митинга. Сейчас для полноты картины не хватает каких-нибудь тетушек. Спортсменов. Сбитыми. Чтоб пришли и просто перебили всех работников культуры. Вот это был бы сюжет, а. Но главное, вполне в духе нашей предыдущей власти. Нынешняя власть, она, конечно, гораздо осторожнее и понимает, что народ злить нельзя. Не надо злить народ. Сейчас вышли какие-нибудь дети или работники культуры, а завтра выйдут уже бойцы. Причем с оружием. Савал, а какая сейчас средняя зарплата в театре? Четыре с половиной тысячи. Четыре с половиной тысячи. Пожалуйста. То есть в долларах, это сейчас по 26,5 где-то доллар. 150 долларов. Это 150 долларов. Но живи не хочу. И так никакой культуры в городе нет, ничего. Хоть какое-то воспитание эстетическое, детей приведешь. Это одна из самых низких зарплат в городе. И это у нас собирают. Машкина в сердце скрипт, потому что рядом с вами дружат ребятам. Которые отдали свою жизнь за эту страну, за то что мы в этой стране все жили по-богатому. И поэтому очень хочется дать память всем, кто остался там на полях, и всем тем, которые сейчас сражаются за лучшую жизнь. Я уверена, что они не просто так это делают, а именно для того, чтобы все улицы жили в длинной богатой Украине, чтобы их дети наслаждались миром и культурой в первую очередь. Потому что без культуры ничего в этом мире не получали. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Все, двинулись к крыльцу обла администрации. Продолжение следует... Это, кстати, памятники нашему ракетостроению. Наш Южмаш, Южный машиностроительный завод. Ракета настоящая, кстати. В комментариях к трансляции Санвела наши российские соседи очень сильно беспокоились. Как бы нас тут всех не упаковали в автозаки. Так вот, в Украине, ребята, свобода проводить собрания, свобода отставить свои права, митинговать, бунтовать. Это святая свобода, за которую мы боролись, в том числе и на Майдане. Так что никто не вправе отнять у нас эту свободу. И если наши власть имущие будут пытаться отнять эту свободу, то они пойдут нахрен в Ростов. Точно так же, как и прошлый наш царек. Точно так же, как и прошлый наш царапок. Вот кукольники даже пришли. Работники кукольного театра. Молодцы. Это нормальная европейская практика. Выходить на митинги, чтобы отстаивать свои права. Смотри, вот не знайка. Мика, смотри, вот не знайка. Мика, смотри, вот не знайка. Мика, смотри, вот не знайка. Субтитры подогнали Симон. 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 Все, ребята, пока.